Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня очередной выпуск кухни инфодайвинга. И как-то мы давно не говорили про наших детей. Так что, наверное, уже у людей возникли мысли, а может там нет результата? Это всегда есть о чем поговорить. Всегда есть о чем поговорить, просто об этом можно говорить бесконечно. Об этом написаны книги. И уже первая книга Александра Зайцева по чату мам уже издана. Ее можно заказать и можно скачать в электронном виде, почитать. И это прямая работа, но это самое начало работы. Это где-то двухгодичный или полуторагодичный давности материал. Но все равно это осознание, озарение, которые написаны по реальной работе с мамами. И вы видите, насколько, просто тупо прочитав книжку, вы видите, как ведется работа на ранних этапах с аутизмом. Потом вторая, там уже третья будет. Да, сейчас уже еще две книги написаны, они пока не изданы. И еще будет, скорее всего, четвертая. То есть это большой объем материала. И за этот материал огромная благодарность мамам, которые работали в чате, которые двигали. Они менялись мамы. То есть это не одни и те же имена, не одни и те же фамилии. Но есть фамилии, которые с завидным постоянством там находились и уходить не хотят. Даже после того, когда их дети повыходили из аутизма. Это путь мам. Книги – это путь мам. Это путь мамы на выход из ауто. Выходит мама, выходит ребенок. И так. И это правда. И это можно прочесть в книге, это можно понять, осознать. И не важно, вы врач-психотерапевт, или вы там носите погоны, или вы там ходите с кепкой. Это вообще не имеет значения. Просто вот читаешь эти книги, да, или читаешь чат, и видишь, как менялась мама. А рядышком еще ребенок. А рядом идет ребенок. Да. И по сообщениям, вот начальное сообщение мам, какими они были, и какими они к концу, вот третьи книги становятся. Это просто разные люди. Это разные люди. Вот тогда человек меняется. И вот по обратной связи мы взяли в отработку, пока были в Грузии деток, которые уже у нас подходили в развитии, ну да, определенные фазы доходили уже. То есть это дети, которые у нас были в работе, были когда-то консультации с ними. И вот мы подрабатывали, и вот обратная связь. Вчера забыла написать, собираем бумажки на ПМПК. Уже несколько врачей сообщили, что не видят признаков аутизма у Жорика. Невролог вчера также сказала, в заключении написала такой высер, словно не знала, что писать. Ну это прямым текстом от нашей мамы. А теперь представьте, уже врачи не знают, что писать, да. И они начнут писать, что здоров, здоров. Или там поначалу будут какие-то слабые писать уже остатки, да. А потом здоров, здоров, все. И все начнут говорить о том, что здоров, все. И у аутизма появляется есть выход. Потому что, поймите, аутизм это заболевание без выхода. То есть для того, чтобы появился выход врачебный, надо, чтобы поставили аутичные черты, потом подставили отставание за ПРР, потом еще, и потом только выход случается, да. То есть это комплекс работы с разными специалистами. Ну вот случается и такое. Дети идут, развиваются, и все прекрасно. Но на самом деле, очень много сообщений в чате про Изабель, про Илью, про Леху, про Ваню, про, блин, много-много-много. Вы можете почитать это в чате сами мамы, да. А те, кто не состоит в чате, те потом прочтут это все в книгах. Нечего повторять. Но у меня есть сообщения, которые приходят в личку. И эти сообщения очень сильно трогают. Вы знаете, вот сегодня пришло сообщение про Велимира. После проработки на курсе, мы работали с мамой на курсе, вот на последнем курсе, который был у нас вот-вот-вот, буквально на прошлой неделе, да, вот он закончился. После проработки на курсе сразу заметила, курс был из глубины, поэтому мама была в проработке. Он всегда много обнимает и говорит, что любит. А тут не знаю, как в словах передать. Но сейчас, как говорит, то я чувствую эту любовь и искренность. Это очень сложно объяснить. Вроде бы то же самое, но по-другому. И он начал выражать свое мнение. Например, раньше я говорила, Вель, поехали на велосипеде покатаемся? А он отвечал, нет, там опасно. Давай останемся дома играть. А сейчас отвечает, я не хочу на твоем велосипеде, хочу на своем поехать, но сначала я поиграю. Чувствуете, робот выключился, а пошла. А есть уже желание. Да, желание, живой человек появился. Это вообще другой уровень общения. На днях гуляли, проголодались и решили перекусить. Обычно мы с мужем себе что-то заказываем, спрашиваем у Вели. И он всегда с нами и не отказывается. Хоть порой и ест без аппетита. А тут он впервые отказался. Осознанно принятие решения. И сказал, что не хочет. Это очень удивило. Это проявляется и в играх, и в других ситуациях. Ребенок словно начал жить свою жизнь. И на самом деле на этом курсе мы разделяли жизнь ребенка, отделяли от жизни мамы. Это вот работа, которая непосредственно велась на курсе. Курс из глубины, ценности тебя из глубины. То есть, вот когда расставил в психике все правильно, да, вот как должны работать структуры, и начинается результат. Он проявляется фактически сразу в тот же день. А еще вот у нас новые детки есть, с которыми мы работали, Будучи в Грузии, да? Да, Будучи в Грузии тогда на консультациях работали. И вы знаете, очень круто, когда пишут, хочу сообщить вам о наших достижениях. То есть, это недельная давность работы где-то, которые произошли на выходных. Вчера ходили в пиццерию. Марк почти два часа провел без истерик за столом. Собирал пазлы, наблюдал за людьми. С огромным терпением ждал пиццу. Раньше это было невозможно. Он кричал, пока не принесут то, что-то быстро ел и бежал из-за стола. Мы просто перестали с ним куда-либо выходить. Это здорово. Получился очень радостный вечер. Перед этим я прописала, что я все чувствовала при таких подходах в обществе и поняла, что это я жутко парилась. Как и что про нас подумают люди, что будут думать, что мы плохие родители, не могут научить ребенка быть в обществе и многое другое. Потом сожгла это все и точно решила, что больше так не буду делать. Только я могу оценить, какая я мама. Какое облегчение пришло. И уже в ресторан я поехала с хорошим настроением. Эта практика работает на все 100%. Кроме этого у нас появляются новые диалоги. Сейчас сказал спокойной ночи, Марк. А он мне спокойной ночи, мама. Представляете, до этого от простого повторял. Еще делали пазлы из букв. И он взял букву в рот и начал грызть. А я спрашиваю, зачем ты буквы ешь? А он ведь отвечает мне, смотря в глаза. Я акула. Я чуть со стола не упала. И много других случаев, которые приводили нас в восторг. Это так классно. Еще, что очень важно, он стал проситься в туалет по большим делам. Раньше мы следили за ним и сами замечали, что пора. Теперь говорит, скорее побежали кахать. Так смешно. Вот смотрите, это все про осознанность. Сознание просто, когда оно включается, и ты видишь, вот был робот-автомат, который просто выполнял набор действий по инструкции. И вдруг сознание включилось, и ребенок стал живой. Живые глаза, живое общение, живые слова. Вот так оживают дети после отработок. Это нормально. То есть у них включается сознание. И следующий этап, чтобы сознание включилось у мамы. Это очень важно, потому что, понимаете, если психика хочет, чтобы мама изменилась, то она сделает это любой ценой. То есть так она меняется за счет ребенка. То есть болит ребенку, и тогда мама меняется, потому что она же любит свое дитя. И если вот сейчас взять и убрать ребенка, то психика сделает так, чтобы болела маме. И, наверное, это наши первые грабли, когда мы начинали работать в инфодайинге, и мы этого не знали, и мы просили мам меняться, и мы искренне верили в искренность их намерения, что они будут честно делать практики, что они будут меняться, что-что-что. На самом деле, ребят, это не так. И сегодня, вот спустя уже три года инфодайинга, я могу, и даже в книге «Парадоксальное восприятие» мы об этом пишем, я могу прямо сказать, человек не меняется за жизнь, если его не заставить меняться через боль. Человек не меняется сам до тех пор, пока не включится его осознанность. А вот для того, чтобы включилась осознанность, надо, чтобы человек начал просыпаться. Знаете, вот вы спите в глубоком сне, как вас разбудить? Надо, чтобы кто-то вас пихнул, да, и сказал «Просыпайся, вставай», да, тогда вы отреагируете, будильник зазвонил. Либо же вам больно спать, и вы больше не можете от боли терпеть, и вы вскакиваете, и вы просыпаетесь тогда. Вот чаще всего человек приходит к развитию, к пробуждению, к просыпанию через боль. Через боль. И иногда мы вынуждены причинять боль не для того, чтобы самоутвердиться или еще что-то, нет. Мы просто видим тогда, что у человека нет другого пути. Лучше мы причиним боль, чем причинит боль психика, потому что боль психика, когда причиняет, она дает болезнь. И на первых порах, вот когда мы работали, на самом деле мы сталкивались с случаем, когда у мам были побочные эффекты, связанные с развитием собственного заболевания вместо заболевания ребенка. Сегодня мы научились эти грабли обходить. Сегодня мы ведем, работаем, пускай это иногда дольше во времени, потому что первые результаты, они сразу, они фактически неделя в неделю отработал. Вот это то, что я вам зачитывала, это на прошлой неделе работа. То есть это моментальный результат. Но дальше надо, чтобы менялась мама. И вы знаете, в этой семье мне очень нравится, что мама включилась в работу. Более того, мы уже чувствуем, что папа, не глядя на его эго, тоже, потому что у папы проснулся интерес. Можно быть глупым папой и сказать, да херня это все, да там сумасшедшее, там что-то там поколдовали, сделали, жена какой-то ерундой увлеклась. А можно включить мозг и понимать, что подожди, мне же тоже не просто так дан такой ребенок. Наверное, я в зеркало смотрюсь тоже, в свои собственные глаза. Это же мой сперматозоид участвовал в создании этого творения божественного. И вот когда папа уже вот это признает, признает свою роль в рождении ребенка и берет ответственность за него на себя, у него тогда включается мозг, и он говорит, да что я могу сделать для того, чтобы освободить ребенка от тех обязательств, которые он сейчас выполняет передо мной. И тогда папы тоже начинают делать практики, папы тоже начинают меняться, и папы становятся невероятными. И вот сейчас рассказывая про папы и мам невероятных, я очень хочу порекомендовать на ютубе канал Елены Пуловой и их папы. Это классный канал, он совсем новый, он только появился на ютубе. Это наша мама, которая в чате делится, как работать с детьми. Вы можете посмотреть два фильма с Еленой и с их папой, как выходили дети из заболевания. Двое детей, Лешка и Коля. Колька и Лешка. Два наших парнишки, которые вот сейчас, я их не различаю, что там у детей было какое-то прошлое связано, например, с неврологией, с психотерапией и так далее. Нет, этого уже нет. Это обычные нормальные дети, здоровые, хорошо учатся в школе. Живые дети. Живые. Но при этом у них такие классные родители, и у них такая классная семья. Вот посмотрите их канал на ютубе. И многим мамам, у кого дети, например, отстают в развитии или с речью что-то не так, или аутизм тот же самый, или задержка психоречивого развития. Вы на этом канале найдете столько для себя открытий, потому что Елена честно делится. Она с детьми работала, работает и продолжает работать. Вы знаете, почему она это делает? Потому что у нее реализация лежит через детей. Ну да. И она к этому пришла. И это здорово. И на сегодняшний день она может помочь огромному количеству мам, сама того еще не осознавая. И ее дети подтолкнули маму к самой себе, к развитию. А папа? Какой там папа? К реализации. И папа. И папу. То есть и маму, и папу, да? На самом деле семья. А какая семья обалденная? Вот посмотрите, что делает аутизм? Кто-то говорит, аутизм это плохо, это и страдания, это стыд, это боль, это все. А посмотрите на выходе, когда вы закрыли эту кармическую историю, что получается? Счастье и любовь получается. Вот так работает психика, когда вы с ней идете в синхронию. Когда ты смотришь с благодарностью своему зеркалу за то, что ты благодаря ему видишь себя, и ты слышишь себя, и начинаешь действовать. Не замыкаешь своих детей в эти все аппараты, там что там делают, да, какие-то. Не замыкаешь то, что на самом деле все то, что... Не проводишь медицинские опыты. Да, там это все замыкание. И знаете, как я вижу это, как коркой зарастает, и оно уплотняется, то есть не дышит, перестает дышать. А вот именно живое общение, и здесь семья просто показывает это вот очевидным. Делает. И поэтому вот когда ведется работа, не важно с каким заболеванием, на самом деле для психики вообще не имеет значения название заболевания. Вот парадокс. Казалось бы, врачи разбили тело на части, и говорят, онкология это одно, а там это другое, а там это третье, а там это... А у психики нет. У психики цель боль. Да. И каким образом она причинит эту боль? Ну кому-то так, а кому-то так, а кому-то через так. Так вот надо найти вот этот вот спусковой момент, когда было принято решение психикой, психикой о том, чтобы причинить боль. И тогда возникает вопрос, а что такое психика? И вы знаете, вот мы сейчас скажем одну очень крутую штуку, но эту штуку можно понять только из целостного восприятия. Ее поймут те мамы, которые были, и те студенты, которые были на курсе ценности себя из глубины. Вот когда вы выходите в целостное восприятие и смотрите на устройство человека, как на целостную структуру, как на весь мир, то происходит осознание, что вот тело, оно проявлено в реальности. И душа, о которой говорят, что она проявлена в теле, так вот здесь находится блик. Блик той божественной части, которая находится в зазеркале. Она находится за стеклом, за монитором компьютера, а выходилка-стрелялка в компьютере. И получается, вот эта божественная часть человека, она находится за пределами реальности. В другом мире. Ну, скажем так, простыми словами, чтобы шизу не вносить. Вы знаете, в каком мире. В информационном мире. И получается, что она напрямую не может играть в теле. Тело не выдерживает. Она не влазит по своим размерам и так далее. Это не стыкует. Параметры не стыкуются. И получается, в теле информационно представлен ее блик. Это и вот божественная сути человека. Это душа. Это ее представитель. А на самом деле, когда мы говорим «я», мы говорим из вот этой сути, из божественной нашей части, из зазеркальной части. Но в зазеркальной части не в малом мире, а в большом мире. В значительно большем, нежели мы себе можем представить, когда мы муравьи смотрим на что-то большое. И вот когда вот эти вещи осознаешь, когда осознаешь, как это работает, и осознаешь, что только чистота зеркала, только искренность, только когда человек является самим собой, искренним, открытым, настоящим, возникает синхрон вот с этой божественной частью. И тогда в каждом человеке есть Бог, и он не спит. И тогда каждый человек слышит Бога на 100%. И Бог слышит человека на 100%. Вот оно, вин-вин, 100% с каждой стороны. Парадоксиальные 200%. И вот это удивительные штуки. Вот эти все вещи ты просто видишь и осознаешь, как норму из целостного восприятия. И тогда становится очевидным, зачем вот эта божественная часть человека причиняет вот этому вот телу, ходилке-стрелялке, боль. Для того, чтобы направить в другое русло, для того, чтобы изменить реакции, для того, чтобы изменить отношения, для того, чтобы изменить поведение, проявление. И всегда в рассогласовании вот этой нашей реальной части, вот этой нашей зазеркальной части, всегда лежит травмирующая история. И эта травмирующая история случается с нами в детстве. И эта история, первая история всегда есть одна, а дальше она наворачивается десятками, сотнями, тысячами других историй. Поэтому раскопать через психотерапию из восприятия обычного, когда муравей раскапывается и пытается стать человеком, это нереально, вообще нереально. То есть можно какие-то вещи найти, но это не будет результативно. Ну, где-то сработает. А вот из целостного восприятия... Когда ты видишь полностью всю картинку. Ты четко видишь эту травму, ты ее убираешь, твое зеркало становится чистым. Все. Идет освобождение. Полное освобождение. И полное пробуждение. И человек смотрит на этот мир глазами Бога. И знаете, как меняются люди? Это невероятно. Вот я прочитаю небольшой момент. Это после курса человек писал. У меня очень интересно. Каждую ночь снятся сны. Я не все могу вспомнить, но то, что запоминается, записываю. В целом начинаю понимать, о чем это. В конце дня уже знаю, о чем это было, потому что прожила. Хочу поделиться. Я вспоминала первую консультацию. Там моя суть подсказала, что мне будет хорошо начать рисовать. Я начала рисовать нейрографию. На второй консультации моя суть подсказала, чтобы я начала проявлять себя через речь. Я начала ходить в театральную студию. Потом я решила провести живую встречу по рисованию. Да, не мой интерес дальше провела. Получила удовольствие. Понравилось людям. Интересно ли им было. Я сначала задала себе этот вопрос. Потом сказала, стоп. И поблагодарила себя за то, что позволила себе проявиться с удовольствием, без напряжения. После я шла в театральную студию. Улыбка растекалась по лицу. Мне было так кайфово. Я даже не знала, почему. Чувствовала себя полной чашей. И дальше человек полностью описывает проживание момента здесь и сейчас. Чувств, эмоций, состояний. Было очень круто, когда я зашла домой. Я почувствовала, какие наполненные. Муж и сын. Я в этот момент ощущала себя отделенной частью от этого наполненного мира. И некоторое время днем было сожаление, что днем наполнила себя большим ресурсом, расширилась. А домой в семью не донесла. Растеряла по дороге. Вот эти моменты проживания в моменте здесь и сейчас, расширения сознания, чувствования каждого мига. И это все приводит к развитию человека, к развитию сознания, расширению сознания, тренировке целостного восприятия. Вот так происходит трансформация. Человек становится другим. Он видит и чувствует то, что никогда не позволял себе чувствовать. Мы же все время заботимся, а что бы о мне подумают, что бы о мне скажут, что кто-то сделает. Делаем обо что автоматически. А когда человек, вот, я чувствую, что это, а я чувствую, что это, и я чувствую через призму себя. Представьте, какая сонастройка идет с собой. Тогда ты и чувствуешь все, что тебе надо. Все, что тебе надо. Все, зачем ты пришел. С какой целью ты пришел в этот мир. Ведь ни один человек не пришел в этот мир поесть, пописать, покакать, разродиться и умереть, и поругаться. Нету таких людей. Нету таких людей. Но люди спрашивают, а в чем мое предназначение? Ты у кого спрашиваешь? Тот, кто тебе ответит, у тебя внутри. Почему ты наружу спрашиваешь? У тебя что, монета? А почему ты вовнутрь не идешь? Почему кто-то тебе должен сказать, в чем твое предназначение? Почему ты себя не слышишь? Потому что зеркало грязное. Вот это то, чем мы занимались на курсе ценности себя, потому что первооснова момента выхода в игру это обесценивание жизни, обесценивание себя, обесценивание физического тела. Вот это момент входа. Потом идет психотравма на этом деле уже после обесценивания. И потом пошел разворот. Мы все это объясняли на курсе. И люди смогли это все прожить в этих состояниях. И вот когда наступает, кстати, люди тренируют интуицию годами. Эти карты, которые на ощупь и так далее. Вот. А на самом деле ты слышишь себя, вот когда ты разобрался с ценностью себя, из глубины разобрался и закрыл эту первоисторию. Вот. А первоистория всегда будет упираться в вину, в обиду через обесценивание себя. Всегда. И даже не в злость. И заметь, вот мама, это мама, да? Да, да, да. Писала, писала и все в благодарности. Все в благодарности. Она все. Человек начинает все видеть в благодарности. Благодарность. И так далее. Весь мир через призму благодарности. Каждый миг, каждое мгновение. А это так. Даже неприятное событие, вот даже у меня сегодня там, ну, вчера там у дочки было, и сегодня там какой-то такой конфликт с подругой. И сегодня она сама уже увидела то, что я вчера ей говорила, что этот конфликт на самом деле во благо ей. То есть я ей сказала, поблагодари подругу. Да, подруга была не права в той ситуации, но при этом благодаря ей ты увидела вот то, что тебе нужно было. Вот везде, везде благодарность, она, если начинаешь жить в моменте здесь и сейчас и чувствовать себя, ты всегда будешь в благодарности находиться. Всегда. Любое, любое событие, любая ситуация в твоей жизни, даже негативная, ты найдешь, за что ее поблагодарить. Потому что она, она не просто так пришла к тебе, она пришла к тебе от тебя же самой, самого, из подсознания, от той самой сути. И умение тебя через вот эти состояния слышать себя, а вход в себя через благодарность, через искренность и через открытость. И самое удивительное, я недавно получила такое интересное сообщение, могу даже зачитать, меня оно удивило. Меня оно удивило. Человек пишет, Наталья, я не экстрасенсы, не стремлюсь, я вас очень прошу, подскажите, как быстро входить в измененное управляемое состояние, дабы получать правильные ответы из анстрального ментального поля земли. Или дайте ссылки на ваше видео. Трудно писать, не потому, что на буковки нажимать, много есть что сказать, просто прошу дать подсказку. Благодарю за понимание и ответ. Ответ получил человек. Ответ я написала, войти в себя искреннего и настоящего. Да, и эго сперва надо в баланс привести, очень раздуто, полностью отсутствует разум. Ответ, четко ответ. Сто процентный ответ. И человек написал, жаль, что нет конкретики. Спасибо. Что может быть конкретнее? Вот просто ответ дан четко. То, что человек, он просит, ему дан ответ, полностью ответ дан в сути. Ответ отбит. Самой в сути. Ответ отбит, дайте воду. Дайте воды. Дайте какие-нибудь действия. Я готов дрова пилить, воду носить, медитировать, рассказы рассказывать, какой я крутой. Это что? Это эго, которое направлено на вне. И говорит, я вот такой для вас. Вот смотрите, какой я крутой. Я медитирующий. Я вот, я слышу и хочу слышать. Астральные, ментальные миры, они где-то, они не во мне. И человек таким образом, вот его эго, выводит его на наружный контур. Внутри. Человек в пыли. Пусто. Просто пыль. Дома никого нет. Поэтому и отсутствует разум. Потому что в это время человека нет. Он работает полностью на коллективное. Он находится в объективном восприятии. И вы знаете, вот он пытается услышать ответы из астрального или ментального поля Земли. На самом деле, максимум, что он может услышать, это ответы из своего анального поля. Пардон за мой французский. Но по-другому быть не может. Потому что все наружу, потому что все так и распылил. А надо вовнутрь, надо в себя. Потому что все ответы в себе. Да. Никакого поля тогда не будет. Все поле это твоя психика. Мало того, он пишет «хочу слышать», да, ментальное, да. А это как выглядит? Это эго ведь. Это эго. Дай тебе. Дай, 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 дай. Это вот так. Дай с полным обесцениванием. Мне надо, я дай. И когда ему говоришь, что тебе необходимо, он говорит, жаль, что не услышит. Да, я ему написала, что это полная конкретика, вы ее не видите, потому что ждете волшебную палочку, инструкцию. Инструкции нет. Я про разум не просто так написала. Эго раздутое приносит много проблем. Его надо в работу и срочно. И здесь суть. Суть, просто суть. Вообще больше человеку даже не надо копать ничего. Увидь вот то, что написали тебе, уведь. И над этим словами зависни и прочувствуйся. Ну, надо войти в себя. Ну, видите, какая подмена возникает? Человек, я иду в себя, я чувствую себя и при этом есть ментальное поле земли, есть астральное поле земли, есть, есть, распылился. Я не пукну, я не пукну, пук, я не ежик. Это не я, это не я. Это не я. Меня здесь нет. Дома никого нет. Дома никого нет. Когда дома, тогда сам себя чувствуешь, сам занимаешься собой. кроме тебя, никого нет. И ты создаешь через свою психику полностью весь этот мир. Ты ответственен за каждое проявление свое в этом мире. И за все те проявления, которые ты видишь. Нагрубили тебе. Ты сам позвал этого человека, чтобы он тебе показал отражение, где ты груб сам с собой, где ты обесцениваешь себя, пренеберегаешь сам с собой и так далее. И тогда благодарность этому человеку сразу. Благодарность тогда? Я всегда, вот я сразу показываю просто благодарность сразу. И тогда не было бы, вот если бы люди осознавали, были в моменте здесь и сейчас, осознавали суть благодарности любой ситуации, невозможно конфликтом быть. Они разрешаются, они могут, как конфликты там, где-то вот они в моменте. Но они тут же осознание получают и больше нету дальше. А у нас же привыкли как конфликт, и этот конфликт, он будет вот, он будет расти, разрастаться, как раковая опухоль. Потому что, когда ты в субъективном восприятии и берешь ответственность за свою жизнь, полностью жизнь, не обесценивая ее, не обесценивая ее на себя, то тебе не надо ни с кем конкурировать. Тебе не надо никому ничего доказывать. Тебе не надо никого обвинять. Тебе не надо никем манипулировать или обижаться на него. Тебе некому завидовать. И понеслось. У тебя остается что? У тебя остается только благодарность. Тебе не на кого злиться. Потому что ты, ты это все. Ты абсолютно все. И тогда ты в благодарности к самому себе. Потому что благодаря другому, другого ты благодаришь к самого себя. И вот когда человек к этому приходит, сюда он придет только через осознание ценности и целостности. А чтобы прийти к целостному восприятию, надо пройти парадоксальное восприятие. Это когда мы на качелях право-лево, хорошо-плохо. Он 100%, я 100%, он есть, и я есть. Типа этот мир объективен и субъективен и так далее. Два. Два. Всегда два. То есть первичная двойственность, она состоит из двух крыльев. Поэтому большинство вещей, которые мы объясняем, мы объясняем либо с парадоксального восприятия, то есть где есть и объективное, и субъективное мы на качелях, либо из объективного восприятия, чтобы людям было понятно, о чем мы говорим. Хотя при этом, когда мы рассказываем, мы делаем это для себя, потому что мы хотим смотреться в зеркала осознанных, красивых, добрых, благодарных и так далее богов. Потому что Бог сокрыт абсолютно в каждом человеке. Абсолютно. Просто Он не может присутствовать в этом теле. В этом теле присутствует его отражение. Его главный представитель. Сын, да? Если вспомню, Сын. Сын Божий. И таким образом, если мы возвращаемся к себе и если мы действительно достигаем определенной внутренней чистоты и целостности, именно целостности, а это можно достичь через большое количество осознаний, через большое количество озарений, проделав путь к себе настоящему, искреннему, открытому. И тогда мы можем слышать себя абсолютно легко. И тогда наша психика может работать с психикой другого человека абсолютно легко. То есть, потому что другой человек является как бы объектом в нашей психике, да? Наша психика субъективна. И таким образом мы можем полностью, например, работать с заболеваниями, детей, с заболеваниями родителей, корректировать определенные психические моменты и так далее. Это из целостного восприятия, возможно, эффективно. Из восприятия, когда я муравей и пытаюсь что-то схватить и полагаюсь на психотехническую базу, какие-то моменты будут, но эти моменты будут, они очень медленные во времени, пока человек не накачает собственную силу. Пока он направлен на объективное, у него силы нету. А здесь силовой ресурс очень многое значит. Когда человек в субъективном восприятии, у него невероятно огромный силовой ресурс, по сути дела, весь мир это он, и тогда он может редактировать все, что угодно. И опять-таки, это через любовь и благодарность, потому что в это время он работает с собой. Не с кем-то, а с собой. И таким образом, вот мы еще рассказали эту часть из приятных новостей и лекционного формата. Еще из новостей из приятных у нас есть. Канада, наши девчонки, две Ирины Романовой и Павлюковой, они сейчас набирают через платформу Сабришин группу для бизнес-эксперимента. Вы можете подключиться. Они хотят сделать такое бизнес-сопровождение с корректировками, с результатами и так далее. Посмотреть, как работает психотехническая база. То есть девчонки работали с животными, сейчас они еще добавляют кроме животных бизнес в исследование. Если вам это интересно, вот эта экспериментальная группа набирается всего 10 человек, там часть уже набрана, посмотрите. Вот эта вот группа, она пойдет у них в работу дальше, она набирается бесплатно, а работа с животными, она уже оплачивается, можно заказать у них консультацию. Но они не проводят консультацию детям и людям, например, по здоровью, под каким-то другим моментом. Для этого есть другие стажеры, другие ученики, точно так же на Сабришине можно заказать консультацию. Кстати, на тему консультации недавно пришел вопрос, а можно ли вот, чтобы я сам прошел полностью весь этот путь без консультации, сам себя вылечил, вылечил своего ребенка, потому что у меня нет денег. Просто прозвучал такой вопрос. На самом деле, можно проделать этот путь самостоятельно, он просто будет очень длинным во времени. И вы его проделываете самостоятельно всю жизнь. То есть вы всю жизнь идете, видя своего ребенка, в надежде, что вы через боль как-то изменитесь. И это реальный путь. Через консультацию это просто значительно быстрее. Почему быстрее? Потому что одним из моментов, который мы осознали, глубоко прожили и полностью разложили по полочкам, это инкарнационный цикл человека. Когда мне говорят, что жизнь человека заканчивается и дальше он смертен, я в это не верю. И я знаю, что это не так. То есть мы весь инкарнационный цикл мы разложили многократно. И когда идет перетекание сознания из одного тела в другое, есть точки определенные, где подключается информация. Информация по роду, информация по карме. И потом включается, вот на первой травме включается автоматический сценарий. То есть большинство людей живут по автоматическим сценариям в рамках рода и кармы. И очень интересный момент, что когда ты отключаешь вот эти сценарии, а их можно отключить только работая с человеком, сам себе человек этого сделать не может, даже если очень сильно захочет. Это то же самое, что сделать хирургическую операцию. Ну попробуйте себе удалить аппендицит. Так вот, когда человек освобождается от рода и кармы, у него появляется определенная степень свободы на создание нового сценария в жизни, написать будущее и так далее. И наши мамы, например, с кем мы работали, и не только мамы, кто был у нас на консультациях, они пользуются этим. Быстренько накидала, у них действительно жизнь идет другая, потому что есть возможность. Но есть и такой момент, если человек при этом не сильно торопится меняться, то он включит следующий автоматический сценарий, но на другой частоте, на лучший. Он будет лучшим автоматическим сценарием, чем предыдущий. А для того, чтобы вообще не включать автоматический сценарий, для этого надо постоянно пребывать в осознанности. Вот я не просто так читала, как мама писала, что у нее происходило после курса, как она чувствует это пребывание в моменте здесь и сейчас. Постоянное. Чувствование момента, создание и так далее. Но при этом, перед этим полностью удалены родовые кармические истории. Если они остаются, остаются автоматические сценарии, и пребывание в моменте здесь и сейчас уже будет малоэффективно, потому что, чтобы вы там себе не создавали, вы все равно будете идти по запрограммированному сценарию. Вот поэтому консультация, но на мой взгляд, она обязательно, в любом случае, она помогает человеку быть свободным. Вот это первичная свобода, когда человек отправляется в свой собственный полет. Точно так же, как в свой собственный полет отправляются дети, когда их отключаешь от родителей. У них включается сознание и включается желание жить своей жизнью, творить, проявляться и так далее. Вот и тогда сознание человека становится создающим, а дальше надо учиться создавать. Потому что, наверное, самое сложное, что есть в этой жизни, это создавать. Если человеку сказать, ну создай свое будущее, ну вот он создал одну, две, три, четыре, пять историй, а дальше что? Он создал и все равно в них не верит. Ну, плюс не верит, но а дальше что? А вы проживаете каждый день, и вы создаете в автоматическом режиме каждый день, каждую ночь, ваш мозг не отключается, а создает следующий день. Опять приходит ночь, ваш мозг не отключается, а создает следующий день, отправляя в архив предыдущий. И так каждый день. А это надо научиться делать самому. Не да, не автоматически, а самому быть хозяином своей машины. Хозяин вернулся домой, сел за руль, автопилот выключен. А это кусок работы над собой, господа, это путь. Но это путь к Богу в себе, к осознанию Бога в себе, именно осознанию в себе, Бога, Творца, Создателя. Никуда, а к себе. Кстати, когда мы говорим Бога, Творца, Создателя, очередная подмена, которая включается в головах у людей. Творец и Создатель, это значит о творчестве. Ребят, это не только о творчестве, это вообще о создании своей собственной жизни. А знаете, почему вы с разным творчеством выключаетесь? Потому что вам страшно даже подумать, что это вы все создаете. Вы не хотите взять за это ответственность. Но это так. Ну да. А это не позвонили себе, это обесценивание себя, и это предательство самого себя. Вот оно пошло, первичное, под травма, которая потом навернет травму и закоротит вас в автоматический режим на проживание каких-то дурацких историй, которые вы не хотели бы проживать, а хотели бы вместо них прожить другие. Знаешь, мы сейчас что разложили? Мы разложили вот рубильник электроплиты. Вот так одно положение, вот так другое, вот так третье. Мы когда-то говорили, что у человека в этой жизни вообще шесть положений автоматически. Шесть. От не очень хорошего до очень хорошего. То есть даже автомат можно переключать в шесть положений, которые более-менее меняются. Но это все равно будет автомат. А вот включить осознанный режим это... Выключить автопилот. Выключить автопилот. Это круто. Вот это интереснее гораздо, чем когда ты идешь как на автопилоте. Но это возможно только тогда, когда ты открыл свое сердце и знаешь, что такое любовь. Конечно. И тогда ты сам электроплита. И на этой прекрасной ноте мы сейчас еще расскажем о том, что нас ждет сегодня. Сегодня у нас 18 часов в стрим. Мы ответим на ваши вопросы. Любые вопросы. То есть это могут быть личные вопросы, но понимаете, когда личные вопросы заболевания, это не очень корректно. Подумайте насчет консультации. Это имеет смысл. Наши консультации пустыми не бывают. Если это вопрос какой-то более широкий, можете задавать. Мы с удовольствием поделимся, объясним, расскажем. То есть стрим длится где-то час. Мы отвечаем час-полтора. Мы отвечаем на вопросы. В первую очередь берутся вопросы с Donation Alerts, который там под нашим стримом. Он уже вывесен. Вывешен. Сегодня будет 11.04.22. Вопрос-ответ из подсознания. И в 8 часов в 20.00 у нас будет лекция. А вот лекция у нас будет интересная. Про эго и эгоизм. Мы решили дать людям во всяком случае понять, в чем отличается ключевое отличие обычного восприятия человека. Вы привыкли к объективному восприятию. Этому учил Ленин партия комсомол. Научный коммунизм. Этот мир существует вне нас, вне наших знаний о нем. Это глубочайшее заблуждение. И глубочайшее из подмен, которое позволило человека увлечь в коллективные стадные игры. И служило его деградацией. А заметьте, это главный научный посыл. Наука же признает только материю сознания вторично. Наука не говорит, что первично и сознание и материя. Наука говорит о первичности материи. Представляете? Это все о деградации на самом деле. Так вот, это обычное восприятие. Есть восприятие парадоксальное, когда работает закон парадокса. Это крайне сложное восприятие. Оно очень сильно нагружает мозг, но мы вам поможем посмотреть, во всяком случае, понять, как работают крылья парадоксального восприятия. И есть восприятие целостное, когда вы весь мир. И вот с этих трех восприятий мы поговорим с вами об эго и эгоизме. Эго — это одна из основных структур личности человека в психике. Она образует игровой диск от трех лет и далее в нашей психике. И его формированию эго способствуют родители. И таким образом они способствуют включению того или иного сценария в дальнейшем параллели на проживание в данной жизни. И об этом все мы будем говорить с разных восприятий. Мы поговорим про эгоизм, потому что когда мы слышим слово эго, слышим полюбить себя, тут же эгоисты, а вы такие, а вы сяки. Поговорим какие мы, какие вы. И вообще про управление восприятием. Восприятие, вот я не знаю почему управление восприятием не преподают в школе с детства. Потому что это же основа, основа здоровья человека. Управляя своим восприятием, человек управляет тем, что придет в его жизнь, что придет в его тело, как он отнесется к той или иной истории, где он останется самим собой, а где не останется. Но тогда человек будет целостный, поэтому тут понятно почему. И это о власти и управлении. А к целостности человек может прийти только сам, когда у него действительно есть цель найти себя того самого. целостного. И открыть свое сердце. Вы знаете, та же самая цель, что найти себя, это познать, что такое любовь. Да. На самом деле жизнь это и есть любовь. Да. только мы говорим, это же сколько прожить надо. И когда слышишь еще целая жизнь впереди, когда слышишь такую фразу, да, думаешь, как же тебе тяжело, как же ты любишь свою жизнь. А жизнь пролетает как одно мгновение. Вот, кажется, родился ребенок, а уже рождаются внуки. Итак, друзья, до встречи сегодня в 18 часов на стриме и потом на нашей лекции. Ждем вас встречи.